Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы продолжаем проходить The Witcher Assassin's of Kings. Мы остановились на том, что хотим засвидетельствовать казнь в этом городке, в прибрежном порте, когда после атаки скатрели мы здесь оказались. Но прежде чем это делать, мы немножко повозимся с инвентарём. В частности, я здесь обнаружил себя улучшения для доспехов и доспехи. Лучшие, чем мои, но в каких-то показателях. Например, здесь стёганая куртка, броня плюс 4. Кожаная куртка, броня плюс 3. И сопротивление отравлению и кровотечению плюс 14. Давайте, наверное, пока без кровотечения и отравления наденем стёганую куртку. У неё больше всего броня. А мне пока на данном этапе больше всего приходится в ближнем бою тусоваться. Поэтому давайте сделаем так. Но эти доспехи нельзя улучшать, да? Правильно я понимаю? Да. Ну-ка, если попробовать так и улучшить их. Краснолюдские накладки. И усиление доспехов. Отлично. Два из трёх показателей мы улучшили. Теперь давайте сравнимся с стёганой курткой. Ну, о чём я и говорил. Теперь наш нынешний нарядец куда лучше, чем то, что я хотел одеть. Так, это то, что я хотел сделать по броне. Теперь давайте посмотрим. Так, в журнале у нас всё знакомо. И за мелким исключением, что... Давайте почитаем, что за торговое с книгами, с которыми мы общались в прошлой серии. Если бы не люди из Бендюги представляли собой организованную общину, краснолюд, гусель, более всего подошёл бы на роль старосты. Хотя с Каатейли считали его людским пособником и прихвостнем. Эйнар изо всех сил радовался за интересы своих собратьев, в том числе выступая посредником общения с комендантом. Кроме того, он держал в последнее нечто вроде книжной лавки и выбор книг, которые он располагал бы весьма неплох. Положительный персонаж. И я не знакомил вас с записями по... и Орвиту. Говорят, некрасивых эльфов не бывает. Все эльфы, как на подбор, прекрасны. Такими уж они рождаются. В случае с Леголасом, так я его называю, кто-то основательно постарался создать исключение из правил. Лицо командира Белок пересекал отвратительный шрам, который эльф отчасти скрывал платком. Говорят был живой легендой, неуловимым предводителем эльфийского отряда. Он и не думал складывать оружие и продолжал войну с людьми любой ценой. О его деяниях, как и его ненависти к Дахаэ, ходили легенды, в которых он представал, скорее, духом пщения, нежели с существом из плоти и крови. Леголас, как указывали определенные источники, был связан с убийцей королей и с недавними событиями. Первая встреча с ним не принесла геральту никаких ответов, ежели не считать таковым град смертоносных стрел. Было похоже, что иного от эльфа ожидать и не следует. Для людей вроде Лореда и Роше, его рыд был простым бандитом, руки которого по локоть умыты кровью невинных. И правда, число тех, кого он убил в борьбе за свободу, можно смело сравнить числом песен в моем репертуаре. Хорошо, но теперь давайте пойдем напрямую уже на казнь. А я еще забыл, что у меня есть очки умения, один талант. Так, парирование у меня развито. Твердость духа, восстановление энергии или здоровье? Здоровье. Давайте. Все, давайте в эту часть города. Торговая площадь Флотзама. Сейчас пока еще рано, ребята, до вас. В этом доме я был. Нет, пришло именно это время. Золтан. Лютик. Мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Без крови. Мы постараемся. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Подумать, как освободить Лютика. И Золтана. А, так там все наши пацаны. Так, у тебя какие мысли? Ух, какие сисяндры у нее большие. Так, ладно, давайте сначала сюда зайдем. Это трактир, да? Объявлений. Может, есть что интересное. Давайте посмотрим доску объявлений. Перед лицом угрозы, кое представляют твари Эндриганы, называемые, заботясь о жизни и благоволучить добрые жители города Флотзама, комендант решил назначить награду за уничтожение Оных Чудовищ. Храбрец, избавивший округу от Эндриак, получит щедрую награду из рук Мерса и будет упомянут в хрониках города. Берем. Заказ на Накеров. Берем. Извещение о помиловании Димитра. Да будет известно всем и каждому, что бандит Димитр при исполнении раскаяния попросил прощения за все свои страшные злодеяния. Комендант, известный своим милосердием, простил разбойников его вину и разрешил Димитру вернуться в общество. В настоящем отменяются все гончие листы, указывая о награде за голову. А что брать-то тогда? Ну ладно, берем. Заказ на Тролля. Разыскивается с меча, который истребит Тролля-Дегенерата, что притаился в окрестностях разрушенного моста на границе с Айадрином. Бестию можно победить любым способом, лишь бы успешно завершить задание. Укротили Тролля, ожидают существенная награда. Берем. Волоси висят по клей в бороде колтуны. Заходи к лазамскому цирюльнику. Услуги цирюльника среди прочего бритье для ля-тополя. Зубы рвет умелый кузнец. Приглашаю в лавку. Я у него уже был, но взял, ладно. Все, взяли. Так, ну ладно, пока в товарную не идем. Лютик в опасности. Лютик в опасности. А ну, седой, осади. За что их казнят? С виду они не слишком грозные. Надо очень быстро принимать решение. Гевки скотоельские. А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут. За что? Барда повесить за распутство. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милс, ведьмак, это вам не что-нибудь? Так, ну давайте пока рубить с плеча не будем, пока будем пытаться договориться. Люди, я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии вешали за распутство. Здесь вам не нильфгард. Иди-ка отсюда, чудной. А то я за себя не ручаюсь. Забаву людям портит. Может, и чудной о дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь, так что ж и меня в петлю тащить. Господин Стражник к нам тоже пару раз захаживал, только без распутства. Иди отсюда, Вагарвена. Тут тебе не бордель. Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Остановите казнь. Рифмоплёт должен висеть и будет висеть. Здесь город порядочный. А блядям и ведьмакам слова не давали. Следите, что говорите, господин Стражник. В ведьмаках я не разбираюсь. А вот Гарвена баба порядочная. А ну заткнуть хайло все! Тишина! Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Захлопни пасть, шлюха! Ты же не станешь бить женщину? Женщину нет! Бильда рыдовую! Хочу с петлей сплесать! Так, что будем драться с ним? Ага. Я же успел. Успел, да? Все-таки я не перестаю быть уверен в том, что игра была очень тщательно заточена под геймпад. Потому что она выпитая мэвенс на клавиатуре. Это бешеный ад. Одну же повешали и не повезло больше всех. Так, что делать-то? А, и с ним драться? Кулачные бои в абсолюте? Ну, пока вроде получается. Не так сложно. Если это не будет быстрее... Так, вот среди ребята уже посередине были. Комендант? Докладываю, что... П-п-п-п... Пошел вон Крушина! Парочку сраных ублюдков стернуть не можете! А ты, стой спокойно и руки держи на виду! На помосте либо в петле висят, либо речи говорят! А ты что выберешь? Так. Казнь незаконна. Правда? Во флотцами закон это я! Я представляю королевскую власть. Вернан Роше. Так, так. Синие полоски. Охотники на нелюдей. Именно. Каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. А что с Лютиком? Он действительно осужден? Он сжег мою сторожевую вышку. Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда? Так могло показаться. Но я не виноват! Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Беспредельщик. Я ненавижу воров. Я могу устроить еще одно представление. На этот раз кровавые и без публики. Или мы договоримся. В смысле? Дай мне минуту. Слушайте все! Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время Осады замка лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Скорее всего, к этому приложили руку с Каэтаэли. В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзама выйдут вооруженные патрули. Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. А теперь все по домам. Политика. А с ними что? Казни не будет пока что. Скажем, я решил пересмотреть их дело. Виселица не место для беседы. Поговорим у меня. Двоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. А, кстати. Добро пожаловать во Флотзам, ведьмак. Почему мне поросенку хрюшку напоминает? Они правда хотели нас повесить. Я... я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Все в порядке, Лютик. Идем отсюда. Мы у тебя в долгу, ведьмак. Спасибо тебе. А теперь в трактир. Пойдем, Лютик. Выпьешь полегче. Заодно расскажешь о местных нравах, ханжестве и распущенности. Так, ну отлично. Все закончилось хорошо, но я в принципе в этом не сомневался. Но не для этих двух бедолаг. Они могли спастись от казни, но... Придет день, когда все люди и политики проваться пошли. Я уверен, что у нас появилось много записей в дневнике, в бестиариях и в глоссариях. Беда с троллем. Выполняя свою работу, ведьмака руководствуется кодексом, который в доступной форме поясняет, что ведьмаку можно и чего нельзя. Геральт утверждает, что кодекс выдумал он сам, чтобы всегда иметь отговорку и вежливо отказаться от неудобного заказа. На мой взгляд, кодекс сложнова для геральтового мишка. Так или иначе, Геральт обратил внимание на то, что Бернат Лореда назначил награду за голову тролля, живущего в окрестностях Флотзама. Поскольку тролли существа разумные, кодекс запрещает их убивать. Однако, ведьмак все-таки решил исследовать этот вопрос более детально. Так, эндриаги. В окрестностях Флотзама развилось множество эндриаг. Это чудовище превратилось в такую напасть, что скупой по натуре Бернат Лоред даже назначил награду за их истребление. Ведьмак признан на заказ эндриаги. Ну, явно книжки надо будет покупать про них. Накеры. В суматохе дел Геральт, не забывая о своей профессии. Охота на чудовища была его единственным постоянным источником дохода. Поэтому, как только ведьмак узнал, что власти Флотзама объявили награду за истребление Накеров, он сразу же запринял заказ. Прежде чем приступить к делу, Геральт решил расширить свои знания об этих прожорливых созданиях. Он решил поискать книги о Накерах. Были такие библиотеки местные. Так, по воле богов. Геральт нас спас. Золтан вытер пол с солба. Я же с облегчением выдохну. Мир сохранил для себя величайших живущих поэтов. Передствиями наших не было конца. Ну, понятно. Как я уже говорил, это произведение ведется от Лютика. От его лица. Так, Гусель. Оказался не только книгопродавцем, но и умелым бородобреем. Геральт решил, что если кому-то займи позволит делать что-то своими волосами, только Гусель. Ну, я понял. Если хотите побриться, зайдите к нему. Лютик. Неловко писать о себе с мамом, но положение обязывает. Дабы заранее отбросить упреки в отсутствие объективности, опишу ли самую скромную заметку, упоминая лишь повсеместно известные факты. Лютик, а в действительности Виккандель Тенхоф, впрочем не в титулах дела, дипломированный трубадур и преподаватель Аксенфурдского университета. Фигура известна среди друзей и почитателей, как галантный кавалер, франт и неисправимый любовник. К северу от юргии каждый слышал о имя. Это имя, и если только он не мужлан, не хам, о таковых мнениях никто и не спрашивает. Лютик принимал участие во всех важнейших событиях нашей эпохи. Любил, сражался, вел переговоры, а также добывал всякое знание, в том числе запрещенное. В своих сочинениях дал свидетельство временам и нравам, но славу добыл главным образом благодаря чувственной поэзии. В ниже описанной истории важно, что Лютик был другом Геральта из Ревии. Единственным настоящим другом, могу сказать с определенностью. Стал его доверенным лицом, советником и товарищем по несчастью. То же, что Геральт совершил, Лютик достовернейше описал и следует доверять тем, кто хронистов обратно упрекает. Ну, понятно, о себе, как говорится, или хорошо, или никак. Как о покойниках, да? Ладно, давайте выходить. Изучать эту территорию. Начнем, наверное, вот так против часовой стрелки. Так, большой домик. Больше похож. Пацанинок. Ну да, пообщаемся. Ты кто? Ты не графиня, случайно, Лавалет? Уж очень похоже, нет. Так, у них здесь жатва какая-то. Очень уж у них тут силы много. Какой противник, песклевый голос у пацанинка. Так, здесь ничего. Я так понимаю, это резиденция Лореда? Ну, он пока вроде как занят. Рады они мне, как же. В лицо улыбаются, а потом плюют в спину. Возьму у вас Оринов немножечко. Ты кто? Людвиг Мерс. Так, я так понимаю, Мерс это городничий, а Лоредунг какой-то там местный вояка. Ты кто? Королевский управляющий. Слежу за поставками провизии во флотзам, за состоянием укрепления и прочими подобными вещами. Значит, награду за уничтожение чудовищ выплачиваешь тоже ты. Именно так. Для начала заполни формуляр Н-12 и отнеси его. Не надо мне, у меня иммунитет. О, ну что ж. Доска заказов висит перед постоялым двором. Удачной охоты. Так, ну и теперь немножко информации. Почему Лоредо назначил награду за голову тролля? Комендант Лоредо заботится о благе флотзама. А тролль заботится о мосте. Это опасное чудовище. Кроме того, он не отчисляет налогов собранных податей. Понятно. Экономика. Так, закрытые контейнеры. Некоторые контейнеры закрыты. Чтобы их открыть, понадобится ключ. А чтобы его найти, понадобится смекалка. Так, кожаный меч, ржавый нож, балансированный нож, порины. Ну вот эти я печенье буду брать. Они очень много занимают места. Не так дорого стоят, в принципе. Только если забрать и сразу нести продавать. Я, в принципе, все равно хотел гуселю, я его так буду называть, забежать, купить книжку про этих монстров. Чтобы можно было выполнять квесты. Потому что мы явно рано или поздно ими займемся. Так, здесь мы собрали все, да? Я думал, может, ключик найду в случайке от этого контейнера. Мне кажется, сюда, знаете что, надо ночью забегать. И тогда, возможно, что-нибудь найду. Ладно, возьмем оружие, продадим. Ладно, все, здесь нам больше делать нечего. Так, ребятушки, вы меня в эту часть города, конечно, не пустите, да? Здравствуй. Нет, пустят. А у нас здесь что? Давайте, смотрите, здесь можно тренироваться. Сражаться. Ну, это явно вход к городу, просто с другой стороны. Давайте посмотрим. Осторожно, чудище. Не, можно выйти. Можно выйти. Так. Где мы территориально-то? Седрик. Про него шел разговор. Ладно, нам пока сюда рано, друзья. Нам пока сюда рано. Но запомним. Избегаем сюда обязательно. Так, с трупов ничего собрать интересное нельзя. Так, наверх можно заползти. Давайте. Посмотримся. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного. Зачем возможность сюда заползать, я так и не понял. Так, ну, сходим еще к лавке появились. Что-то как-то незаметно для меня. Давайте по домам еще поброним. Нет, сюда нельзя. Помнишь меня? Я в Изиме у ворот стоял. Да, конечно, я тебя запомнил. У нас там столько стояло, что если каждого запоминать, мозг опухнет. Так, вот сейчас собираю пока все. Флот за ми целый полк солдат. А мне это что? Пошли наверх. А, у вас тут местно это? Малина рыцарская. Ага. Покуриваю тут. Мое почтение. И вам не хворать. Так что, подбираю, сейчас будем торговать. Все, вываливаемся. Так, там слева, по-моему, ремесли не было. Не изменяем глаза. А, это что? Так, ну давай, кто-то, что-то. Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов. Чего только душа пожелает. Так, своеобразный товарищ у него. А, ну понятно. Все, все то, что мне нужно будет для улучшения своих вещей. Клепанная кожа. Масло. Обряды медиата. Книга, рассказывающая о Венселете, о том, как усилить знак Вен. Я им не особо пользуюсь. Рецепт барсук. А мне показалось Виагра. Думаю, ох, что и это уже нужно будет. Я понял, у него различного рода алхимические компоненты, да? Так, а что я тебе могу продать? Это все ты недорого берешь, да? Совсем дешево. Так, давайте, знаете, что купим? Вот этот компонент. Здесь был связанный с броней. Где он тут? Клепанная кожа нет. Компонент. Я же правильно понимаю, что это для улучшения брони, нет? Нет, наверное, вряд ли. Давайте ему книги продадим. Что-то совсем дешево. Нет, я все-таки к этому гуселю сбегаю, мне кажется, он побольше дает. Хотя цены здесь, скорее всего, одинаковые для всех. Ладно, я познакомился с тобой, я буду иметь в виду, что у тебя здесь есть травушка-муравушка. Так, тут что у нас? Выход на берег? А, ну понятно, здесь стояли стражники. Ты кто такой? Общители. Так, если мы выйдем здесь, то мы окажемся по ту сторону ворот, я прав? Да. Ну, мы сюда еще сбегаем. Давайте пока посвятим время трактируем. Я просто люблю систематизированность изучать. Если бегать хаотично, то можно что-то упустить, забыть, где был, где не был. Так, давайте по магазинчикам пробежимся. Что-то... Как ты, моя дорогая? А, ты так здесь для антуражеку? Что дома? Боги тебе в помощь. Приветствую. Дай взглянуть на твои... Прошу, смотри сколько угодно. Мое имя Фераванти, я купец. Прошу простить мое любопытство, но разве тебя не наняли убить Кейрона? Этот городишко мне окончательно опостылил. И я буду рад уехать отсюда при первой же возможности. Лореда выпустит купцов только тогда, когда захочет. Похоже, вы ему для чего-то нужны. Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Димовенда и скажу тебе, что... Димовенд мертв. А теперь, если позволишь, перейдем к делу. Так, может, Костя с ним сыграть? Кстати, любопытно, как здесь будет все реализовано. Да, цены все те же самые. И вес у меня уже большой. Давайте, наверное, все ему продадим. Дополнительное оружие топор. У меня нет дополнительного слота, куда оружие ссунуть. Ладно, пока продавать не будем. Чего у тебя можно купить? Рецепты, зелья. В принципе, то же самое, что и у предыдущего, да? Но надо все, конечно, повнимательнее почитать. И покупать чертежи и рецепты уже. Того, что нам нужно. Точно, как говорится, точечно. Так, ты для антуража тоже, да? Так, давайте зайдем в трактир, а потом уже сходим в гусель и кузницу. Вот так у нас выглядит трактирчик. Атмосферненько. И вам не хворать. Глаза-то, каша. Так, ты кто? Это сегрегация. Ты откуда-то такие умные слова-то знаешь, господи. Так, вот трактирчиком можно оставлять вещи, как это было в прошлый раз? Картофель, огурец, рыба. Ой, какие у тебя классные товары. Не, спасибо. Спасибо, не надо. Что-то какой-то маленький трактирчик-то. С виду ты сильный, поборемся. Так, давай не сейчас. С виду ты сильный. Я пока хочу побегать, поизучать все. Не вздумай здесь драться. У нас тихое заведение. Конечно. Я за тобой присмотрю. Ну, у нее такие же товары, как у предыдущего Гаврика. Так я понял, оставлять трактирчика вещи нельзя, да? Ты не сказал, что? Или просто перел? Дружелюбие так и прет. О, Трис. Давайте сначала с этим поговорим. Приветствую. Трис, давай рассказывай. Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. Они давно меня научили, как прорыгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роше меня хоть немного уважают. Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Так, подожди, почему я не могу выбрать вторую? И кто это? Секрет. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренёк с вилами. Больше ничего? Смерть. Или очень близкое к ней состояние. Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Ладно, квестов никаких с ней связанных нет. Пошли к нашим друганам. Ох, что б меня. Меня правда чуть не... Трактирщик, водки! Что б меня вши заели? Трис Мерригольд. Ты выглядишь очаровательно. Ну, только бледновато, чертка. Чародейство бывает утомительным. Но уже все хорошо. Рада тебя видеть, Бородач. Что здесь вообще происходит? Месяц тому назад вы собирались ехать на свадьбу Золтана. Все похерилось. Свадьбы не будет. О Фольтосте слышали? Слухи мчатся быстрее ветра. Я хотел бы знать правду. А ветра и сплетни мне до одного места. Как погиб Фольтост? Правда, что там был дракон? И кто теперь правит Тимерий? Тише, Лютик, а то подавишься. Так. Ну, я думаю, нам дадут даже может спросить каждый из этих вопросов, поэтому начнем по порядку. Трис, расскажи, кто теперь правит. Ты у нас эксперт. Страна все больше погружается в хаос. Древние семейства начали открытую борьбу за власть. Ммм, барон Кимбольд и граф Моровель. В том числе. После убийства, пока Геральт сидел в тюрьме, влиятельные магнаты собрались на поле недалеко от замка лавалетов, чтобы выбрать нового правителя. Продолжалось это три дня и напоминало скорее базар, чем дворянское собрание. Только торговали там конторами, должностями, сферами влияния и привилегиями. Люди. Было несколько поединков. Двоих отравили, а короля так и не выбрали. Мы были на волосок от гражданской войны. Так. Ну, давайте расспросим. А что у нас с чародеями? Вот именно. Куда делись эти умники, когда они действительно нужны? Их не пригласили. Но именно благодаря чародеям, а скорее нескольким влиятельным чародейкам, удалось предотвратить коронацию барона Кимбольда. Я как-то пел у него при дворе. Он не заплатил, жратва была дрянная. Если он станет королем, я уеду из Тимирии. Они решили что-нибудь или как всегда? Как всегда. Одна надежда на Яна Наталиса. А, героя битвы под Бренной, доверенной Фольтеста. Да. Во время переговоров он был в нескольких днях пути от земельного лета. С двумя тысячами ратников. Ян Наталис должен поддерживать мир, пока не появится законный монарх. Правление может прийти с ему по вкусу. Не думаю. Наталис воин. Он не годится во властители. И не хочет быть королем. Но его поддерживает армия. Именно поэтому он в состоянии обеспечить мир. Шаткий и ломкий на все лучше, чем гражданская война. Кроме того, у него солидные долги в Краснолюдском банке. Главный пайщик которого Филиппа Эльхард. Чародейка. Ладно, хватит политики. Так. Убийца ждал Фольтеста в башне, где лавалеты укрыли детей. И он отлично знал, что делает. А ты как там оказался? Я охранял короля. После первого покушения Фольтест начал считать меня чем-то вроде живого талисмана. Приказал быть рядом во время битвы. Дракон отрезал нас от остальных войск. Убийца прикинулся монахом, к тому же слепым. Он позволил королю встретиться с детьми, подождал, пока я отойду. И перерезал ему горло от уха до уха. Как он ушел? Прыгнул из окна в реку, а там его ждали с Каэтаэлей и Йорвета. Все было продумано и подготовлено. И поэтому ты гонишься за ним? Из-за того, что он убил короля? В убийстве обвинили меня. Я должен снять с себя подозрение. Кроме того, я успел заглянуть ему в глаза, прежде чем он сбежал. Это был ведьмак. А потом появились бравые темерские стражники, я получил по голове и отключился. Люди! Спасайтесь, а кто может! Чудеса идет! Прежде чем пойдем отсюда. Там кто-то применяет магию. Так. У-у-у! Это что за чудеса? Что за октопус к нам приукрыл? А ты тут такая? Я тебя знаю? Что ж ты за чародейка? Я с тебя спрашиваю. Слышишь, чего тебе люди гутарят? Чего ж ты ему не помогла? Он же жив. Чудище его едва под воду не утянуло. А ты токмознай пялилась, как баран на сраные ворота. Попридержи язык. Ну ладно, где чудовище? Вон и я, спрашивайте! Геральт? Значит, мы знакомы. Ох! Ворон, ворону глаз не выклеить. Скажем так, я много о тебе слышала. Мил здарь, ведьмак. Зосика нашего чудища едва на дно не уволокло, а вы теперь чьи языком трепать будете? Зосик жив, на дно не спешит. А вот чудища вашего что-то не видать. Ты к нам лучше с уважением. Не то и от тебя никакого следа не останется. Что тут случилось? Я приехала во Флотзам, чтобы убить Кейрона. Кого? Монстра, который перекрыл гавань. Минуту назад мне повезло увидеть его во всей красе, а эти люди его спугнули. Повезло? Слышь, Зосик, то-то ты счастливый. Откуда вы чудище в гавани, а? Может, ведьма его и вызвала? Чтоб поувидать во всей красе. Так. Может, кто из вас подсобить чародейки и одолеть монстра? Мы? Это каким таким чудом? Он вон какой могучий. Здоровый как ора. А чего вцепились в того, кто за это взялся? Ну, так... Уберем мы вашего Кейрона. Я или чародейка, а может и вместе. Надо только выманить его из гавани. Чтобы он никого лишнего тут не убил. Ну, надеюсь, что вам удастся. Монета все одно. Ведьмак ли ведьма? Если убьете, то вам весь городок будет благодарный. Прошу прощения, что помешал. Меня зовут Людвиг Мерс. Я занимаюсь вопросами чудовища во Флотзе. Да, знакомый друг. Почему хотел бы спросить, не возьметесь ли вы решить проблему так называемого Кейрона? Чудище, которое перекрыло всю торговлю на реке. Ну так что, ведьмак? Будем работать вместе? Обычно я работаю один. Я появилась здесь раньше тебя и отказываться от работы не собираюсь? Рыбка или пипка, как говорят местные. Ладно, я согласен. По вопросам награды прошу обращаться к купцам в доках. Госпожа де Тансервиль, как мне кажется, уже провела предварительные переговоры. Именно так. В таком случае, не смей более вам мешать. Трис, когда ты, наконец, меня представишь? Шиала де Тансервиль. Советница королевы Зулейки из Ковера. Ковер же далеко на севере. Это правда. У меня были сомнения, стоит ли Кейрон такого путешествия. Но, увидев его сегодня, я окончательно убедилась, что стоит. Хм, ты приехала сюда за ингредиентами? Трис, Меригольд. Догадливо, как всегда. Ты имеешь в виду... Глаза тролля, яд гуля, кровь девственницы. Все эти отвратительные субстанции и органы, которые мы получаем из вымирающих видов. И бросаем в котел во время шабашей. Так ведь, Трис. О, да. Девственницы, вид на грани вымирания. Очень смешно, Трис. Ну, хватит шуток. Геральт, ты видел щупальца? Что ты об этом думаешь? Тварь, наверное, огромная. Жила себе в каком-то притоке Понтера, охотилась. Потом подросла и стала искать новые источники пропитания. И открыла для себя вкусные барки, полные жирных купцов. Седрик говорит, что Кейрон пришел сюда из северных болот с месяц тому назад. Седрик? Эльф. Бывший склятаэль. Странный тип. Но неплохо знает окрестные леса и все, что их населяет. Мне надо осмотреться, кое-что разузнать. Проведешь пару тайных ведьмачьих ритуалов? Вроде того. Поговорю с купцами о награде, навещу Седрика и дам тебе знать. Я буду в трактире. Я сняла комнату наверху. Там бордель. Спасибо, что предупредила. Ну, хорошо. Получили мы новый большой квест. Я думаю, он будет довольно многостаночный и долгий. Ну, хорошо, давайте на этом эту серию закончим. У нас здесь еще в этом городе много, чем можно заняться. Как минимум, исследовать территорию до конца. Как минимум, сделать себе серебряный меч. Поработать на снаряжение. Ну, в принципе, все тем, что составляет хорошую рутину здешней RPG. Надеюсь, вам понравилось. Следите в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Lanybodyplay. До новых встреч. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok